Всем огромнейший приветик, с вами Алиса, и сегодня мы с вами поговорим о славе из истории Секрет Небес. Я покажу вам действия, которые дают эту славу, а также уточню моменты, где эту славу можно потерять. Ну что, поехали? В самом начале второго сезона Люцифер, независимо от уровня ваших с ним отношений, придет к вам извиняться. Выгонять его нельзя, потому что он возьмет и уйдет, и мы пропустим возможность получить свою славу. Поэтому выбираем выслушать, а затем говорим «Я больше не человек» и получаем свою заслуженную славу. Обращаю внимание, что если вы выберете «Мы лучше вас, бессмертных», то вы лишитесь одной славы. На заседании в ответ на вопрос Кроули «Нарушали ли вы правила?» нельзя отвечать «Нет», иначе можете лишиться славы. А чуть позже, спускаясь по лестнице вместе с Адмироном Винчеста, выбираем действие «Расскажите за 18 алмазов» и получаем одну славу. Во второй серии, в момент, когда на нас нападает Моника, нельзя выбирать действие «Ничего не делать» или «Отскочить назад». Оба они приведут к тому, что мы потеряем одну славу. А затем в разговоре с Донни отвечаем «Я буду много тренироваться», за что получаем одну славу. И благодаря тому же Донни нам придется покупать новые крылья. Самые дорогие красивые крылья за 105 алмазов дадут нам одну славу. Конечно, если у вас совсем беда с алмазами, или у вас и так достаточно высокий уровень славы, вы можете спокойно пропустить этот вариант, так как я понимаю, что цена Ану прям очень кусается. Тут уже смотрите сами. Когда Фенцио застукал нас в коридоре за разговором с Бонтом, выбирайте или первый, или второй вариант. Но ни в коем случае не говорите с мальчиком из башни, иначе лишитесь одной славы. Далее соглашаемся на предложение Бонта за 23 алмаза. На данный момент это нам ничего не даст, но очень пригодится в следующих сериях. Когда мы попадаем в комнату к Аде, нужно быть очень осторожным к своим выборам. Ни в коем случае, как бы этого не хотелось, нельзя целовать Аде. Иначе отберут одну славу, а Аде станет только хуже. То же расчувствоваться также является плохим вариантом. Хоть славу у нас и не отберут в данном случае, но Аде все равно станет хуже. Поэтому самый оптимальный вариант – вспомнить хорошие моменты. Хочу уточнить, что данный выбор доступен только если к вам не приставили смотрителя. Чтобы этого избежать, нужно подойти к Сарафиму в пятой серии первого сезона. Именно для этого нам пригодится его поддержка. В третьей серии нет никаких возможностей получить или потерять славу, поэтому мы переходим сразу к четвертой. Предложение Мими – это было бы здорово за 21 алмаз. Чтобы Мими вас пригласила, у вас должно быть как минимум три улучшения с ней отношений. Иначе она полетит домой сама. Далее, в ответ на вопрос Мамона, чего же люди испокон веков у него просили, отвечаем богатство и получаем свою заслуженную одну славу. Когда Бонд отправляет нас к Маме через портал, мы автоматически получаем одну славу. Но это, конечно, при условии, что вы в восьмой серии первого сезона прочитали письма Фенцу за 12 алмазов, а также соглашались на предложение Бонда за 23 алмаза во второй серии второго сезона. Сочетание именно этих двух платных действий даст вам славу при встрече с Мамой в четвертой серии. В пятой серии второго сезона заработать славу никак нельзя, но есть возможность ее упустить, поэтому внимание и действия на время. Если думать о побеге Бонда, то заберут одну славу, а если думать о месте, где я спрятала Бонда, то целых две. Поэтому стоит думать о Дина, либо же о Маме. В любом случае Фенцу будет жутко неприятно, и он просто от нас отстанет. Шестая серия. Осторожное действие на время. Выбираем выйти из-за камня и ждать змея, либо же продолжать сидеть в укрытии. Следующий шаг. Ударить ногой в морду. За такое сочетание нам подарят одну славу. А за более трусливое сочетание. Свернуться калачиком и расплакаться, а затем закрыть лицо руками. Заберут целых две славы, так что будьте внимательны. И мы переходим к самому сложному выбору. Оба действия пощадить, либо же убить его дадут нам одну славу. Только дары от змея у нас будут совершенно разные. Если выбрать убить его, то мы получаем дар убеждения такой же силы, как у рожденных ангелов и демонов. А если мы его пощадим, то змей подарит противоядие от себе подобных, а также защиту от воздействия и чтения мыслей. Оба дара очень хороши и полезны, но каждый выбирает сам. Очень жаль, что мы не знаем, какой из них нам пригодится больше, поэтому все идем на страх и риск. Выбираем тот, который считаем нужным. На данный момент вышло только 6 серий второго сезона, но при появлении новых видео будет обновляться. Друзья, если вам это видео было полезным, то пожалуйста поставьте лайк. А с вами была Алиса. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok